Всем привет! Меня зовут Егор Фриск, я преподаватель гитары в школе Виртуозы. Сегодня я хотел бы вам рассказать об одном из распространенных приемах игры на гитаре. Это игра так называемым боем. И основной вопрос при изучении данного приема касается именно правой руки. О чем я и хотел бы вам сегодня рассказать. В правой руке играют указательный и большой палец. В данном случае они должны быть соединены между собой. Указательный палец играет вниз. Большой палец играет вверх. В данном случае вы должны проводить пальцем в районе ногтя. Стараться задеть именно все струны. Указательный вниз, большой вверх. И игра боем строится по определенным ритмическим рисункам. И первый, самый распространенный из них, это так называемая шестерка по количеству ударов за один такт. В данном случае он выглядит так. В левой руке я должен взять какой-либо аккорд. Либо можно тренироваться просто по открытым струнам. Я в данном случае возьму допустим до мажор. И как выглядит этот бой шестерка. То есть, в данном случае зацикливается этот бой. И вплоть до бесконечности. Ну, то есть, вплоть до того, что вся песня, она играется без остановки. Зациклена вот этим боем. То есть, один такт выглядит так примерно. Раз, два, три, четыре. Вот такой ритмический рисунок. В чем универсальность данного подхода? Именно акцент делается на том, что указательный вниз, большой вверх. Эти два пальца участвуют. Когда мы берем медиатор и начинаем играть медиатором, то мы вставляем, естественно, между этими пальцами медиатор. Держим примерно так. И в сущности ничего не меняется. То есть, мы играем медиатором, но уже зато с усиленным звуком. Примерно об этом я хотел вам сегодня рассказать. Постарайтесь изучить на первых этапах именно эти нюансы. Изучить бой шестерка. И в дальнейшем, естественно, вы сможете разнообразить ваше умение, изучать более сложный бой и другие техники игры на гитаре. Спасибо. Продолжение следует...